В Коране содержится сведение о событиях, произошедших между пророком Сулейманом и царицей Савской. Жители Савского царства были язычниками и жили, следуя невежественным верованиям прошлых поколений. Они забыли о существовании единого Аллаха и поклоняются Солнцу и не следуют пути истинной веры. Птица Удот, находившаяся в войске пророка Сулеймана, во время одного из полетов узнала о существовании такого народа, которых Сатана ввел в заблуждение, и сообщила пророку Сулейману. Сказал Удот, я нашел, что она и ее народ поклоняются Солнцу, оставив Аллаха. Сатана украсил им их деяния и так отвратил их от Господнего пути. Поэтому они не идут прямым путем. Узнав об этом, пророк Сулейман не сразу принял решение, но повелел сначала провести некие расследования, чтобы убедиться в правоте слов Удота, что также показывает, каким предусмотрительным, справедливым и мудрым правителем был пророк Сулейман. Как только пророк получил подтверждение слов Удота о сути Сабиян, он тотчас же отправил птицу к царице Савской с письмом. Аллах так сообщает в Коране о содержании письма пророка. Истина в том, что оно от Сулеймана и гласит во имя Аллаха Всемилостивого и Милосердного. Не превозноситесь предо мною и приходите ко мне, будучи мусульманами, предавшимися. По содержанию письма было видно, что пришло оно от очень сильного и властного правителя, ибо текст письма был совершенно открытым и в то же время повелевающим и не допускавшим никаких возражений. Пророк Сулейман в письме сообщал им о вере в единого Аллаха и в то же время делал им наставление. И от царицы Савской и от Сабиян требовалось не подчинение пророку Сулейману, но повеление уверовать во Всевышнего Господа и стать мусульманами. Это же показывало, что пророк Сулейман гораздо большее значение придавал вере народа, нежели завоеванию этой земли. Царица Савская, получив это письмо, тотчас же обратилась к своему окружению и спросила их мнение. Она сказала, о знать, сообщите мне ваше мнение в моем деле, пока вы не будете свидетелями всему, я не приму решение в каком-либо деле. Ответ, который дало царице Савской ее окружение, так сообщается в Коране. Сказали, мы обладаем силой и мы великие воины, но в делах решение за тобой. Теперь ты смотри, мы сделаем то, что ты прикажешь. Царица Савская приняла решение повиноваться, ибо она понимала, что у нее нет мощи противостоять могуществу пророка Сулеймана. Она сказала, когда правители входят в страну, они разрушают ее и делают униженными и презренными досточтимых из ее жителей. Так поступают они. После этого царица Савская отправилась с визитом к пророку Сулейману и увидела великолепие его страны. Она была так потрясена увиденными красотами и роскошью, что тотчас же уверовала и всем сердцем предала себя Всевышнему Господу. Ей сказали, войди во дворец. Когда она увидела его, то приняла его за глубокую воду и, подобрав подол, оголила свои ноги. Сулейман сказал, ведь это пол дворца, что вымощен прозрачным хрусталем. Сказала она, Господь мой, истинно я была неправедна сама к себе. Теперь же я вместе с Сулейманом предаю себя Аллаху, Господу миров. В этом повествовании Корана есть несколько очень примечательных моментов. К примеру, для описания пола использовано выражение «прозрачный хрусталь». Можно предположить, что выражение означало существование в тот период передового производства хрусталя. Или же это может указывать на то, что пророк Сулейман мог установить на полу при входе во дворец огромный экран. Так что царица Савская и Диапопулу могла увидеть лишь отражение воды, подаваемое с экрана. Возможно, этот аят указывает и на знамение последнего времени. В частности, развитие технологических возможностей и технологий, которые будут применяться в последнее время. К примеру, видеосимуляторы. Например, сегодня люди, использующие симуляторные устройства, могут ощущать себя в совершенно отличной от реальности обстановки в трехмерном пространстве. Это повествование является для мусульман очень хорошим примером высокого понимания искусства, существовавшего при пророке Сулеймане. Это понимание показывает, сколь глубока была сила трепетной любви и почитания к Аллаху у пророка и стремление воссоздать в жизни красоты, сотворенные Всевышним Аллахом в окружающей нас жизни. Люди искусства, обладающие глубокой верой, благодаря изысканному чувству эстетики, дарованному им Аллахом, создают подлинные шедевры красоты и изящества, чему в истории было очень много подтверждений. По воле Аллаха в последнее время в искусстве также усилятся тенденции к мусульманскому влиянию. Кроме того, в этом повествовании нам сообщается, что в последнее время с развитием искусства вода станет активно использоваться как элемент декорации и украшения в искусстве. Использование чистой воды и ее эстетики может воссоздать в нашей жизни красоты, подобные тем, что были во времена правления пророка Сулеймана. Вспомним еще раз аяты Корана, повествующие о царице Савской и пророке Сулеймане, который также, возможно, содержит указания на знамение последнего времени. Один из тех, кто был рядом с ними и у кого было знание из книги, сказал, «Я могу принести ее трон тебе, прежде чем успеешь ты моргнуть». Сказал так, и Сулейман увидел трон, стоящим рядом с собой, и сказал, «Это из милости моего Господа свершилось, чтобы испытать меня, буду ли я благодарен ему или же буду из неблагодарных». В этом аяте человек, упоминаемый словами «один из тех, кто был рядом с ними и у кого было знание из книги», принес пророку Сулейману трон царицы Савской, прежде чем пророк Сулейман успел моргнуть глазом, то есть за очень короткий промежуток времени. Здесь также содержится весьма примечательное указание на явление, которое, может быть, будет распространено в последнее время. Высокие технологии, обеспечивающие перенос изображения на расстоянии. К примеру, сегодня, благодаря технологии интернета, мы уже в состоянии всего за несколько секунд достигать очень далеких пространств и общаться на колоссальных расстояниях. Точно так же, как было в случае переноса трона царицы Савской на расстоянии всего за одно мгновение. Сходство между пророком Сулейманом и пророком Зулькарнайном в мир имя В Коране также упоминается еще об одном правителе, который смог создать величайшую империю в истории мира – пророк Зулькарнайн. Пророк Зулькарнайн, так же, как и пророк Сулейман, обладал величайшей экономической, военной и политической мощью. Но в управлении своими странами они, прежде всего, руководствовали законами справедливости, всегда находили самые праведные решения. Кроме того, в Коране также упоминается, что пророк Зулькарнайн, как и пророк Сулейман, повелевал джиннами и использовал источники медной руды. Великая власть и справедливый государственный порядок, существовавший в период пророка Зулькарнайна и пророка Сулеймана, должны быть великим знамением и радостью для мусульман. Ибо повествование о правлении этих двух пророков может содержать очень важную информацию.